Около 600 тысяч армянских воинов внесли свой вклад в великую победу над фашизмом и почти половина из них отдала за это своей жизнью. Немало подвигов совершали наши соотечественники на территории Краснодарского края. Армянские организации Кубани, День Победы 9 мая традиционно начали с возложения цветов и венков к мемориалам памяти героев войны и другим памятным местам. В рамках празднования не были забытые ветераны, которых с поздравлениями и подарками посещали активисты Союза Армян России в различных городах края. В городе Славянск-на-Кубани местное отделение САР, действующее как Общество армянской культуры и милосердия имени Валерия Папазяна, 9 мая торжественно открыло бюст дважды Герою Советского Союза, маршалу СССР Аванесу Баграмяну. В торжественной церемонии приняли участие руководители города и района, депутаты, представители казачества, ветеранские организации и другие официальные лица. Как отметил председатель местного отделения САР Славянского района Кубани Айкмелтонян, армянская община чтит память героев-победителей и делает все возможное, чтобы молодое поколение воспитывалось в духе патриотизма. В средней школе 83 поселка Коткова-щель города Сочи накануне Дня Победы была торжественно открыта памятная доска Герою Советского Союза Давиду Мисаковичу Изаджану. На праздничном мероприятии присутствовали представители администрации Лазаревского района Сочи, Российского военно-исторического общества, Союза Армян России города Сочи, а также родственники и односельчане Давида Изаджана. Своими воспоминаниями о Герое поделился председатель местного отделения САР Лазаревского района города Сочи вооруженок Заканян. 28 мая с визитом в штабе Кубанского казачьего войска в Краснодаре побывали председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации Союза Армян России Краснодарского края Каму Айрапетян и первый заместитель председателя организации Григорий Карапетян. Руководителей армянской организации принял атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Состоялась теплая и содержательная беседа, в ходе которой собеседники обсудили перспективы сотрудничества. В знак верности братским взаимоотношениям армян Кубани и Кубанского казачества от имени Союза Армян России Александру Власову была передана в дар икона с изображением Святого Георгия, покровителя воинов. Отделение САР в Новороссийске, действующее как армянское общество Луис, 28 мая отметило 103 годовщину основания Первой Республики Армения и исторической победы в Сардарападской гитве. С поздравлениями в связи с Днем Республики выступили председатель организации Владимир Мхитарян и настоятель армянской церкви Теркомитас. Состоялось также награждение учителей армянского языка и участников творческих коллективов общины почетными грамотами. 29 мая город Сочи отпраздновал свой праздник. На различных площадках курорта прошли мероприятия, приуроченные ко дню города. Представители народов, проживающих в Сочи, организовали ярмарки и представили национальные гостиные, где можно было попробовать блюда этнической кухни, а также увидеть предметы традиционной утвари и сувениры. Ярмарку, организованную армянской общиной, можно было увидеть в парке Бестужево. В Симферополе 20-21 мая проходила научно-практическая конференция, организованная армянской национально-культурной автономией Симферополя в рамках проекта «Крымский мост. Армяне. Народная дипломатия в действии». В работе конференции принимали участие представители различных национальных общин не только Крыма, но и других субъектов Российской Федерации, а также Республики Арцах. Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России Краснодарского края Каму Айропетян», участвовавший в конференции, считает, что подобные мероприятия необходимы для выработки общего подхода к вопросам укрепления межнационального согласия и единства российской нации. В конференции также принимали участие представители местного отделения СААР города Сочи. Город Армавир 25 мая посетила группы известных армянских предпринимателей, меценатов и общественных деятелей. Находясь в основанном армянами в 1839 году городе, гости встретились с руководством армянской общины Армавира, посетили армянскую церковь Пресвятой Богородицы, строительство которой было начато армянами еще в 1846 году. Они также возложили цветы к впечатляющему памятнику единства духа, посвященному русско-армянской дружбе, осмотрели другие достопримечательности города. Мнение гостей, некоторые из которых были в Армавире, впервые было единодушным, этот ухоженный, чистый и комфортный город является одной из жемчужин Юга России. В Центре национальных культур Лазаревского района Сочи 31 мая прошла презентация первого выпуска журнала «Мелодия амшенских армян». В этом издании впервые опубликованы ноты и тексты самых популярных и любимых фольклорных произведений, исполняемых на свадьбах, юбилеях и иных семейных торжествах амшенских армян. Мероприятие посетили представители местного отделения города Сочи во главе с председателем организации Иларионом Варваштяном. Фольклор амшенских армян обычно сохранялся лишь в устной форме и передавался из уст в уста от стариков к детям. Идею переложить фольклорные произведения на ноты решился воплотить в жизнь Иребуни Даракчан, специалист Лазаревского центра армянской культуры. Первый выпуск журнала он посвятил 80-летнему юбилею Крикора Сааковича Мазлумяна, поэта, создателя и идейного вдохновителя Лазаревского центра национальных культур. 12 мая в Анапе прошел благотворительный концерт, организованный женсоветом местного отделения САР, действующего как Центр армянской национальной культуры имени Николая Испиряна. Звучала живая музыка, народные и эстрадные песни и танцы в исполнении армянских певцов и творческих коллективов Кубани. Вся сумма, собранная в ходе концерта, уже направлена семьям, пострадавшим в ходе нападения Азербайджана на республику Арцах. 29 мая в поселке Южный Денского района Краснодарского края прошли соревнования по конкуру в честь 20-летия Общероссийской общественной организации Союза Армян России. В традиционных соревнованиях, организованных местным отделением САР города Краснодара, принимали участие 113 спортивных пар из Республики Крым, Ростовской области, Ставропольского края и нескольких муниципальных образований Кубани. 16 мая в Сочи состоялся турнир по футболу на призы Союза Армян России, в котором приняли участие команды, представлявшие четыре района города, Центральный, Хостинский, Адлерский и Лазаревский. Все участники турнира были награждены медалями, грамотами, командными кубками и специальными призами. Региональное отделение Общероссийской общественной организации Союза Армян России Краснодарского края стремится сделать свою деятельность максимально доступной для общественности. В связи с этим в ряде социальных сетей и на некоторых других медиаплощадках в сети интернет действуют информационные представительства САР Краснодарского края. На экране вашему вниманию представлены ссылки на имеющиеся ресурсы, подписавшись на которые вы сможете быть в курсе работы организации и ее планов на будущее. Субтитры создавал DimaTorzok